Жители пятиэтажки с номером 102А в новой мельнице особенно обеспокоены нынешней эпид-обстановкой. Прямо в одном из подъездов дома располагается фельдшерско-акушерский пункт. Разумеется, в условиях пандемии такое соседство не радует. Вдруг какую заразу пациенты принесут? Вход-то получается общий, сетуют жители и добиваются разделения. Насколько это реально, выясняла Анна Вихрова. Представьте, что на вашей лестничной клетке постоянно находятся какие-то посторонние люди. Раздражает, правда? А жители этого подъезда вынуждены терпеть очереди к своему жилищу каждый день. И в связи со сложной эпид-обстановкой они просто опасаются за свое здоровье. На первом этаже жилого дома уже более 30 лет располагается фельдшерско-акушерский пункт. И попасть в него можно только через этот подъезд многоэтажки. Услугами медучреждения пользуются несколько тысяч человек. Из новой мельницы – лешеные плетнихи. Населенный пункт разрастается с каждым годом. В качестве места жительства его выбирает все больше молодых семей. Неудивительно, что и очереди ФАП становятся только длиннее. Вот, вот, ФАП. Уже объявление повесили, что, пожалуйста, люди, не скапливайте здесь. Или ФАП заходите, или идите на улицу, не заражайте окружающих. Но ничего нет, ничего не меняется. Разумеется, такое соседство квартирантам не нравится. Особенно сейчас, в условиях пандемии. Жители дома считают, что решением проблемы станет отдельный вход в фельдшерский пункт, который разведет потоки. И суд встал на их сторону. Обязание организовать отдельный вход в фельдшерский пункт. Срок исполнения 26-го. У нас было голосование по дому, надо, чтобы жители дома были согласны. Но необходимые две трети голосов не набралось. Люди испугались, что сейчас их ФАП закроют из-за несоответствия нормам, а вот обратно уже не откроют. Срок исполнения решения суда продлили до конца 2020 года. Но маленький пункт теперь требует не просто отдельного входа, но и расширения, как территориального, так и кадрового. Люди постоят вот в этой вот шести квадратных метрах. Они становятся и дерганы, и злые. Все это выливается на врача. Понятно, что врач не виноват, но люди-то все разные, с разной психикой и так далее. И зачем врач будет в такой нервной обстановке работать, когда в принципе у нас везде дефицит медицинских кадров? Если когда-то открытие своего фельдшерско-акушерского пункта воспринималось как благодеяние, то сейчас он морально устарел. Людям и врачам здесь стало тесно и неудобно. Об этой проблеме Министерство здравоохранения знает и уже подготовило решение. В 2021 году область войдет в федеральную программу, в рамках которой будет построен и оборудован новый медицинский пункт. С января 2021 года программа модернизации первичного звена начнет работать. И в рамках этой программы в населенном пункте «Новая мельница» мы сможем установить новое медицинское подразделение, либо врачебную амбулаторию, либо центр общей врачебной практики, который будет соответствовать численности населения и всем лицензионным требованиям. «Новая мельница» поставлена региональными властями в приоритет и одной из первых получит финансирование. Сейчас ведется работа над дорожной картой. В новом учреждении планируется обустроить два участка со всем необходимым медицинским оборудованием, где будут принимать два врача общесемейной практики. Анна Вихрова, Петр Самусов, Михаил Серов. Новости Новгородское областное телевидение.